а здравствуйте с вами андроид андроидович и сегодня хотел вам рассказать о такой игре как бард оф тели история барда данная игра у нас выходила на пк вот ее перевели потом но на 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 android вот давайте начнем самую игру вы управляете у вас один персонаж вот с помощью этого барда вы преодолевает там города бороться с различными монстрами вот сам бард в начале игры мы выбираем уровень сложности как видите видите если мы делаем уровень сложности норма у нас средних характеристик давайте их оставим и распределяем очки сила удача скорых харизмы все остальное нажимаем бэк ой я вообще не то нажал вот контин нажимаем континент вот мы выбираем талант барда этот таскать два оружия что-то с щитом и все остальное давайте быстренько начнем игру чтобы вы увидели что вся игра представляет вот игра является одна из самых лучших ролевых игр на андроиде удостою удостоена много наград я тоже считаю что одна андроиде она лучшая рпг я ее в нее играл прошел ее вот сейчас давайте я вам расскажу будут заставки которые были до этого и вот типа таких заставок будет на движке игры тут нас происходит показывают барда какой-то таверни вот и на девушку напала крыса он ее спас в общих чертах она попросила его спасти и в подвале где-то еще есть крысы нас просят туда сходить убить ее так давайте объясню основное управление с левой стороны мы вот так вот нажимаем у нас управление идет дальше когда мы нажимаем это не гитара как и называет арфа лечит так вот у нас тут различные виды оружия которые мы выбираем это у нас сейчас данный момент находится есть только меч потом появляется топор и все остальное дальше здесь у нас это мы камни которые собираем в протяжении 7 всей игры так это мы оружие это у нас руками делемся руками дальше у нас есть заклинания различные он заклинание пресс каким образом заклинание вообще то есть он поет на своей этой арфе или на чем нет не арфы по другому инструмент называется на гитаре своей не гитаре вот и какое-то заклинание допустим вот это заклинание это появляется мышка которая атакует других соперников дальше здесь показана у нас жизни а это мана здесь показана карта вот это наш персонаж желтым цветом изображен дальше вы можете атаковать их достаточно нажать вот на меч один раз и на топор вот вот что себя игра представляет вот карту можно вот так вот увеличивать сейчас нам надо подойти по сюжету к чувачку к этому вот они сейчас нам споют песню но мы не будем их слушать потому что нам надо посмотреть через себя игра представляет достаточно музыкальная игра давайте он год очень скучно очень скучно идемте 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 куда нам надо по сюжету попасть вот по карте мы бежим забегаем вот нам попасть надо в подвал спускаемся вниз в данной игре там достаточно много город ну не так уж много городов но достаточно обширной территории и вам она если вы любители различных ролевых игр именно на пк вам эта игра обязательно понравится тут достаточно смешные шутки там ну интересно сделано угарно вообще так мы передвигаемся идем подходим туда свете игра автоматически сохраняется его если за игру закроем у нас вас придется с того момента видите графика трехмерная достаточно симпатично хотя игра достаточно давно вышла поверьте она стоит того что в нее сыграть мы идем в подвал идем 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 бежим 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 тут мышка давайте мы ударим мы саданули по мыши думаю что это та мышь про которую нам сказала девушка говорит вот все кам квест закончен к сведению вот этот тут будет постоянно типа комментатора какие-то вещи рассказ говорить прикалываться и барс ним тоже будет перепалку ступать вот вот и наша кстати крыса который надо убить он очень испугался и вот надо ее завалить эту крысу всеми способами а тут также будет боссы различные боссы будет вот так что то есть я не маленько не понял почему каким образом эту крысу валить хотя сам игру прекрасно проходил а надо крысу вроде вызвать ну-ка посмотрим игру я прошел еще в том году поэтому к сожалению я это забыл что надо сделать тут меня валит валит да запорол я запорол прохождение но главное я вам рассказал что вся игра представляет она платная стоит 65 рублей средняя оценка у него 47 скачали больше ста тысяч раз я данную игру прошел я ее читал про нее что одна из самых лучших ролевых игр так и она есть советую мне сыграть график достаточно симпатичные угарные шутки все остальное вот но все вроде хочу хотел рассказать ставьте лайк подписывайтесь спать и в группе контакт всем пока